Пыль, шум и угроза оползней беспокоят жители села Лесноселье в Крыму. Сегодня здесь проживают более 500 человек, которые терпят неудобства из-за действующего карьера вблизи их домов. Все подробности знает Тамара Симонова. Приближен карьер в недопустимой близости. Вот здесь это наглядно видно. На встречу с нашей съемочной группой Николай Луджиренко пришел со стопкой бумаг. Это официальные ответы на запросы сельчан закрыть карьер. И все они отрицательные. Границу карьера разрешили проложить в 300 метрах от населенного пункта. Местные жители подавали запрос об отмене лицензии в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Оно отвечает. По результатам рассмотрения отозвать ее не можем. Потому что согласно статье 20 закона Российской Федерации о недрах нет веских оснований. По словам местных жителей с 7 часов утра до 11 вечера по округе разносится грохот. Люди жалуются, что были против открытия карьера. Но к их мнению никто не прислушался. Люди согласия не давали. Сельский совет ссылается на то, что МИЗО дали разрешение без них. Отписывается тем, что 190 человек дали разрешение. Разрешение 190 человек не давали. Дали только 17 человек. И то половина из них не местные жители. Наша съемочная группа отправилась на карьер, чтобы оценить ситуацию лично. В зону повышенной опасности может пройти любой человек. Нет ни предупреждающих табличек, ни охраны. Карьер открыли возле села больше года назад. Здесь официально по документам добывают известняк. Правда, когда сюда приехала наша съемочная группа, работы почему-то остановились. Прокомментировать ситуацию по телефону мы попросили генерального директора добывающей компании. Он заверил, что работы ведутся строго с 8 утра до 8 вечера. Нет, вы можете посмотреть по всем характеристикам, по всем, если не работает. Потому что ничего не видно, квартир не освещен. Местные жители беспокоятся и об экологической ситуации, которая сложилась в их селе с появлением карьера. Их поддерживают геологи. Говорят, если карьеры разрабатывать неправильно, могут возникнуть угрозы. Загрязнение подземных вод, возникновение оползней и ухудшение качества воздуха. Пренебрегать санитарными нормами, по словам геологов, совсем не стоит. Те карьеры, которые проходятся буро-взрывным способом, зона санитарной охраны до ближайшего населенного пункта должна быть не менее 500 метров. К сожалению, наши делают поправки. Говорят, во всех сторонах они могут сделать 500 метров, а там, где близко подходит населенный пункт, они сделают 300 метров. Почему? Да потому что мы тут от взрыва провели опытные испытания и показали, что только 300 метров вполне достаточно. Это вопиющее нарушение существующих норм. В свою очередь в администрации сельского поселения рассказывают, что разрешение на лицензию для компании выдало Министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Вначале предоставили 10 гектаров, затем в Министерстве имущественных и земельных отношений республики. Одобрили запрос на дополнительные 17. Разбирались, но отмены имущества было сказано о том, что будет договор расторгнут. На сегодняшний день они работают. Мы пишем эти жалобы, Минэкология периодически приезжает, их штрафует. На сегодняшний день все решения, которые были даны сельским советом, все отменены. Мы отправили официальные запросы в Министерство, чтобы получить ответы, на основании чего были предоставлены разрешения на добычу полезных ископаемых возле населенного пункта.